Всем добрый день! Сегодня у нас второй день морского путешествия. Приехали мы в поселок Аше на кемпинг. Здесь я останавливаюсь в 2011 году, здесь на кемпинге, палатка у меня была, все приспособления, туристический столик, стульчики и все остальное. Ну вот сегодня решили мы сюда проехать. Пятниковая поляна Аше. Стоимость проживания 250 рублей с одного человека в сутки. Разведение костров запрещено в связи с пожароопасностью в нашей стране. Мне это место нравится, можно остановиться на машине здесь в тени. Здесь деревья, да море здесь не так далеко, можно даже проехать на побережье моря. Здесь вот кафе, все здесь чуть по-другому сделали. Раньше здесь стояли лавочки и вечером была развлекательная программа. Можно было здесь подойти, зарядить телефон. Если у кого разрядился аккумулятор, что зачастую бывает, можно было здесь зарядить даже аккумулятор. Находится здесь администрация. Хотя мангалы стоят. Как цикаты поедут. Вообще-то очень людей мало почему-то. Когда я был в тот раз, здесь намного больше машин стояло. Здесь развивалки, туалет. Даже здесь чувствуется прохладно. Здесь хундай стоит. Вот здесь мы как раз останавливались. Здесь машину я ставил. Палатка стояла. На том у меня такой был полох тент. Столик, стульчики. В принципе, это уже не помню сколько стоило. Но, кажется, цена была 150 рублей. Было прохладно, хорошо. Сейчас, конечно, за 7 лет и дерево это разрослось. Здесь поставили стульчик. Кстати, здесь был курьезный такой случай. Где палаточка стоит, здесь стояли две машины. Мои земляки, ставропольцы. Одни приехали на шестерки, а другие приехали на ауди. В общем, захлопнули они машину. Ключи остались внутри. Как только не пытались они открыть, не смогли открыть ее. В общем, позвонили в МЧС, чтобы машину вскрыли. Никто ее здесь не вскрыл. Пришлось им звонить домой. И уже автобусом передали запасные ключи от машины. Вот такая здесь вот стояночка, кемпинг. Здесь, в принципе, не жарко. У кого экономия денег, можно смело здесь на кемпинге отдохнуть. Здесь, получается, три кемпинга. На Татережье люди становятся. Здесь вообще замечательное место. Я сначала там остановился, а потом вот сюда прошел. Волейбольная площадка, брусья, турник. Но это больше мне подходит. Как цикаты поют. Конечно, все стараются остановиться где-нибудь под деревом. Чтобы был тень. Кстати, я все различные здесь палатки видел. Вот такие палатки есть. Есть из прихожей. Таких палаток я не видел здесь. И, в принципе, я сюда приезжал на неделю с дочкой отдохнуть. Нормально мы здесь отдохнули. До моря совершенно недалеко. Вот здесь вообще полнейшая прохлада. Здесь вообще самое замечательное место, я считаю. Здесь вообще не чувствуется, что на улице жарко. Мне сейчас где-то, наверное, уже градусов 35-36. Потому что утром, когда выезжали, 33 уже в машине бортовой показывали. Ну, единственное вот неудобство, конечно, вот здесь железная дорога и проходит поезд. Конечно, кто чутко спит, кому здесь не понравится. Практически можно и здесь отдыхать. С другой стороны можно найти номер. Чуть подороже, но там будет уже все удобства. За это я еще раз говорю, все на любителя. Например, у меня знакомый Дима. Он купил палатки. Он именно предпочитает такой отдых. Он вообще, говорит, мне море не нужно. Мне где-нибудь, говорит, на пруд с удочкой, на рыбалку. Говорит, палатку я купил, полок купил там, кажется, 6 на 4. Говорит, мне это море не нужно. Конечно, неудобство поезд ночью приносит, когда тебе хочется спать. А ночью поезда здесь с приличной скоростью проходят. Прохладно, хорошо. А здесь уже, конечно, чувствуется жара. Сейчас мы еще и пройдем на побережье. Не знаю, даже можно сюда и приехать. В принципе, мне тогда здесь нравилось. Ну, конечно, плохо, сейчас нельзя жарить шашлыки. Сейчас мы попробуем узнать, можно на мангале жарить здесь шашлыки или нет. Скажите, а в мангале можно здесь жарить шашлыки или нет? На мангале? Да. А то там написано, что в костры нельзя развивать. А в мангале можно, да? Ага. А я видел, я проходил. Я здесь останавливался в 2011 году. Мне так здесь понравилось. А вот там еще лучше. Я заходил, там вообще прохладно. Здесь жара. Ну, приятного вам отдыха. А мы в Лазаревском остановились, решили сюда проехать просто. Ну, вот такой вот пляжик. Дальше у нас идет автокемик берег. 100 метров. Пляж, охрана, магазин. Так же, как и везде. Ну, вот дорога, как была вот такая вот дорога. Вот. Мне кажется, я как вчера здесь была. Как была эта лужа, так она и осталась. Вот сразу за мостом уже здесь пляж начинается. В принципе, я ходил на пляж в лавках. Накупался, пришел сюда домой. Можно так сказать. Там, где я останавливался. Туристический набор у меня. Столик. Два стульчика. Шмель был. Шмель включил. Подогрел воды. Попил кофе. В общем-то, кому как нравится. Ну, это все, конечно, в зависимости от финансовой возможности. Конечно, мы уже привыкли уже, наверное, на кемпинг и не захочется. Пляж Берег работает с восьми до восьми вечера. Магазин, кафе, вай-фай даже есть. Туалет, душ. Что еще надо? Так, накурить строго в отведенных местах. В шторм нельзя купаться. Животных тоже. В костры нельзя. Запрещена стоянка вреза воды. В нетрезвом виде нельзя купаться. Ну, и в ночное время. Ну, я, честно говоря, нарушаю. Я люблю пойти ночью покупаться. Вокруг темнота. Ничего не видно. Да, вот это своего вру. Рода экстрим. Вот, кто-то здесь становится прямо на побережье. Можно проехать, припарковаться здесь. Вот. Море рядом. Ну, это вот такое мое море. Я люблю, чтобы сразу глубина была. Сейчас мы спустимся к побережью. Попробуем, какая водичка. Ну, а потом, как всегда, это уже традиция. Контрольный заплыв. Вот столик, стульчики, палатки. Огромная палатка. Что это такое? Это далеко не уедет, видимо. Вот обычно мы вот здесь останавливались. Это спасательный пост. Ну, вот здесь вообще можно встать рядом с морем. В принципе, я вот так становился в поселке Слоняки. Ну, туда, скорее всего, мы послезавтра поедем. Завтра у нас запланирована поездка в Сочи. Ну, вот, мы припарковались здесь. Вот одно только неудобство. Это рядом железная дорога. Пошла электричка. Спасательный пост. Ну, это вообще дом на колесах. Да, жара чувствует. Вон, есть кафешки. Зачкан на пляжах. Душевая. Ну, сейчас спустимся мы к морю. Людей здесь не очень много бывает. Посмотрим, какое сегодня море. Самое главное, можно на машине подъехать к самому морю. Ну, и пройти-то, ну, максимум три минуты. Сегодня море хорошее, спокойное. Волна есть. Водичка. Здесь уже, конечно, вода почище, чем у Лазаревска. Короче, море нас уже второй день радует. Ну, на этом, друзья, всё. Сейчас мы сделаем контрольный заплыв. Вот так. Вот так, вот так.